Казалось бы, в каждой мистической версии обитает разный миф. Я придерживался такого мнения, пока я не перепроверил каждую мистическую версию на наличие разного мифа. Спустя какое-то время, я насчитал аж 15 мистических версий с Херабрином. Версии были собраны по возрастанию мистики, поэтому мы начнем с самой сухой версии до самой мистической. Каждый из вас знает, что это легендарнейшая версия Майнкрафта, и что в ней впервые столкнулись с Херабрином. И неудивительно, что она стоит на месте самой тихой версии, потому что в ней так-то ничего не происходит. Хотя и бывают очень подозрительные баги. Но все же, до конца неизвестно, существует ли здесь Херабрин или нет. Бета-1.10. Сразу скажу, в этой версии, вся мистика заключается в снеговике. Если его призвать, то на его месте появится Херабрин, который через некоторое время просто испарится. Кстати, интересный факт, если успеть Херабрина убить, то с него выпадут алмазы. Ну и в общем-то все. Сразу говорю, я не уверен, что в этой версии главным антагонистом является Херабрин. Но кто помнит, в этой версии по всему миру будут блуждать Херабрины, при убийстве которых выпадает мясо. Поэтому, мое мнение о том, что эта версия с Херабрином остается прежним. Если опираться на историю этой версии, то это версия от разработчиков самого Майнкрафта. В которой нас караульно будет поджидать наш любимый белоглазый. Для тех, кто не знаком с этой версией, поясняю, на первый взгляд это обычная Майнкрафт-версия, напоминающая Майнкрафт-классик. Но тут не все так гладко. Тут могут ни с того, ни с сего проигрываться жуткие искаженные шумы, чей-то смех и непонятные ошибки, после которых уже начнется самое интересное. Майнкрафт-классик 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 китайских разработчиков. По слухам создателей версии, в ней происходит много чего интересного, как и появление Херабрина. Которого кстати найти нетрудно, хотя, наверное, не вы найдете Херабрина, а он вас. Также множество багов вам не дадут соскучиться. Жуткая Альфа-124, опять-таки, предположительно созданная от самих разработчиков. Майнкрафта. Но это не точная информация. Давайте пройдемся по мистике в версии. Деревья без листвы, пирамидки из песка, красные факелы, разные тоннели с красными факелами. А самое интересное здесь, это как уже нетрудно догадаться, Херабрин. Его появление еще никто не запечатлял, но с помощью бага, его все-таки нашли. Субтитры сделал DimaTor. Субтитры сделал DimaTor. Загадочная Альфа, Херабрин тест, который найти Херабрина, не представляется возможным. Он появляется со звуком любого враждебного моба за 30-50 блоков от игрока и спустя 3-5 секунд после появления исчезает, что делает его неуловимым. Вот небольшая нарезка мистических моментов. Продолжение следует... В этой версии обитает сразу 4 мифа, один из которых является Херабрин. У него таковых признаков присутствия нет. Он может один появиться и стоять некоторое время на одном и том же месте и далее просто пропасть. Или же появиться со всеми остальными мифами и атаковать игрока, пока игрок в свою очередь не умрет. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна легенда в нашем топе. Альфа-12303 появилась еще в 2019 году. При заходе в меню этой версии вроде бы ничего странного, но это пока. Когда вы создадите новый мир, то вас любезно встречают деревья без листвы, это уже обыденность какая-то. Спустя около получаса уже может начаться первая мистика. Могут появиться от табличек с разными шведскими предложениями до разных крестов. В конце концов Херабрин вас найдет, и тогда вам явно не поздоровится. Субтитры сделал DimaTorzok По моему мнению, это одна из самых загадочных версий с Херабрином в этом топе. Ничем не примечательная бета. В первые полтора часа игры ничего не должно произойти. Этого времени должно хватить, чтобы Херабрин активировался и начал творить мистику. Главное в этой версии быть внимательным, так как тут очень незаметная мистика, которую невнимательный человек может не заметить, либо списать на свою невнимательность. Спустя большое количество времени белоглазое величие окажется в вашем поле зрения. Субтитры сделал DimaTorzok Альфа-127. Версия для эпилептиков. Мистику тут не нужно ждать часами. Она остерегает нас буквально сразу. Спустя каких-то 10-20 минут, она уже начинает не по-детски пугать своими скримерами и гличами. Если играть в эту версию довольно таки долго, то может произойти это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Версия 1.7.3, не такая простая версия. В этой версии, есть деревья без листвы, но не в таком количестве, как в Альфе 1.2.3. Еще что немало важно знать, так это то, что если копать ровно под этими деревьями, то можно прокопаться в заброшенную шахту, в которой на первый взгляд, нет ничего такого. Но если более детально изучить эту шахту, то можно найти валяющийся на земле алмаз, и если его подобрать, то можно ставить таймер. Таймер вашей смерти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как не трудно догадаться, это проклятый алмаз, при подборе которого Херабрин начнет охоту на игрока. Не буду раскрывать все карты этой версии, потому что она заслуживает долгого и увлекательного геймплея, поэтому мы переходим дальше. Шутки в сторону. Теперь речь идет о гигантах. Версия Undefine, по моему мнению, одна из самых жестких мистических версий. И в ней обитает Херабрин. Не такой он уж и функционал. Но все же, жизнь он вам еще успеет испортить. Рекордсмен всех мистических версий. Херабрина в этой версии можно увидеть в разной форме, в прямом смысле. Он может появиться как моб с киркой в руке за спиной игрока, так и его лицо может появиться на весь экран, что может неподготовленного игрока знатно так напугать. Если Херабрин был до этого нейтрален к игроку, то во время финальной фазы Херабрин будет враждебен к игроку и без раздумий будет пытаться убить игрока. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот мы добрались до самой мистической версии с Херабрином. Альфа-12303 Релоидет – это по факту перезагруженная версия, в которой намного больше мистики, нежели в оригинале. Что делает эту версию очень загадочной, так это то, что тут можно с Херабрином пообщаться через таблички. Вот все фразы, которые можно задать Херабрину. Кстати говоря, это еще не самая интересная версия. Если построить тотем Херабрина, то его реально можно призвать. Но тогда активируется отсчет времени, до того, что мы должны были понять, три года назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не буду раскрывать все карты версии, поэтому вы можете более детально ознакомиться с этой версией, по подсказке справа. А уж поверьте, то, что я рассказал, это четверть всего происходящего в версии. Всем спасибо за просмотр. Все эти версии, не в ограниченном доступе. И при малейшем желании поиграть в них, вы можете скачать их в описании. Субтитры создавал DimaTorzok